здравствуйте дорогие друзья гости подписчики моего канала спасибо что вы сегодня со мной меня зовут лена и сегодня я хочу ответить на вопросы рукодельного тега так этот довольно давно уже увидел свет но мне он очень интересен я на него еще не отвечала и поэтому сегодня представляю его вашему вниманию автор тега танчик 77 я оставлю в информационном боксе ссылочку на канал этого автора и называется тег я закончила вышивать ну а вопреки названию тега вышивать я все-таки буду потому что у меня в принципе сегодня не запланированы такое такая съемка получилась я просто дошивала свой вот этот фонарик который вы уже наверное видели недавно в моем отчете по романтике и увидела что здесь такая схема ну что ну просто грех ее вышивать просто так не потратив время еще с пользой на что-нибудь потому что здесь практически ничего не нужно особо высчитывать крупные такие цветовые пятна и вот я решила совместить приятное с полезным предлагаю вам тоже взять свои процессы в руки потому что сама картинка будет не очень информативной но мы с вами вместе по вышиваем вы послушайте я поболтаю думаю приятно проведем время используй по крайней мере с пользой для своих текущих процессов в этом теге всего 8 вопросов сейчас я закреплю ниточку чтобы мне не отвлекаться уже на этот момент и мы с вами приступим так ну все поехали итак я закончила вышивать все крестики сделаю бэк и пришью бисер сейчас или бы как правило я вышиваю по ходу работы если только это не какая-нибудь миниатюрка поэтому к моменту когда у меня закончены все крестики практически порой весь бэк на работе и вышит то есть остается только тот участок не вышитого бэка где вот я последние крестики дошивала но я редко когда берусь вышивать их сразу же после окончания всех крестиков вот именно отделочные стежки обычно у меня уходит ну до следующего дня я откладываю эту работу потому что уже выше все крестики мне кажется что я такой невероятный какой-то подвиг совершила что можно и немножечко по почивать на лаврах что называется поэтому бэк стич либо сразу по ходу либо на следующий день причем я бэк стич могу отшить как до стирки так и после нее а вот бисер это всегда уже после стирки после стирки это как правило на следующий день то есть у меня в любом случае получается так сутки примерно разрыв между тем как я заканчиваю все крестики и как я приступаю к вышивке бэк стича но уж сколько занимает бэк стич тоже по-разному но стараюсь его не оставлять напоследок именно весь поэтому как правило небольшой участочек уже у меня остается концу работы я его вышиваю ну за день может быть за два исключение пока на данный момент у меня составил только бэк стич на клубнички чудесные иглы но эту историю я рассказывала если кому-то интересно могу оставить ссылочку на финальное видео об этом процессе поймете почему вопрос второй я закончила вышивать и стирать работу буду сразу или ну конечно сразу и не просто сразу сию минуту потому причем какое бы не было время суток мне очень хочется если там нанесена разметка маркером то уже снять разметку и посмотреть что получается какая картинка получается без разметки маркером если это даже была разметка мононитью то все равно как то вот мне хочется чтобы к утру следующего дня эта работа у меня уже была полностью готова для утюжки либо для вышивки вот именно бэка каких-то отделочных швов поэтому стираю я работу сразу в принципе это не доставляет особых каких-то неудобств потому что стираю я как правило ну работа не сильно за это время пачкается и сама стирка у меня занимает минут 15 то есть если эта работа размеченная маркером то сначала она у меня 15 минут лежит в холодной воде отмокает уходит разметка и я ее в тепленькой водички просто с мягким моющим средством споласкиваю и все если эта работа которая долго долго находилась в отшиве и там возможно в ней какая-то скопилась пыль и так далее то она у меня уже те же 15 минут лежит в прохладной воде с моющим средством а потом я ее споласкиваю и в общем на этом вся моя стирка заканчивается единственный раз когда у меня стирка была мероприятием долгим серьезным и нудным это были мои мучения с ягуаром от матрёнина посада там у меня была уж стирка так стирка я закончила вышивать работу как всегда поздно и думала что я вот сейчас быстренько все это дело сполоснул ага щас ну ссылочку я на это видео оставлю если кому интересно посмотрите на мои злоключения с этой стиркой там уже я конечно дошла до крайней степени наглости вплоть до того что я эту работу в стиральной машине запустила стиральную машину ну тому были свои причины если кому-то интересно ссылочка будет пройдете посмотрите а так в общем поскольку стирка не занимает обычно много времени то выполняю я ее сразу после того как работа вышита я не могу откладывать уже готовую работу до следующего дня чтобы ее постирать мне так не терпится ее увидеть вот уже во всей красе я уже разложенную на полотенце что я просто вот сколько бы ни было времени полночь там 2 3 час я обязательно ее сначала по стираю а потом уже с чистой совестью отправлюсь спать третий вопрос ниточки и бисер разложу по местам сразу или а вот здесь нет я раскладывать сразу ничего не буду обычно я вышиваю работу заканчиваю то есть все крестики убираю все материалы обратно в папочку в ту где у меня хранится этот процесс и они у меня там лежат вплоть до съемки финального видео я могу на следующий день после этого но после окончания или в этот же день если работа была закончена не очень поздно да там в середине дня или с утра например я конечно могу ниточки просто снять с органайзеров если я их перевешивала на дубку и просто убрать все в пакетик но окончательное уже пристройство так сказать того что осталось от наборов я буду делать только когда я уже сниму финальное видео и все об этой работе расскажу тогда да раньше когда я не вела канал и мне не было необходимости никаких отчетов снимать по этому поводу показывать там остаточки какие-то еще что-то я просто выбрасывал их сразу в тот же день сейчас несколько ситуаций изменилось я понимаю что мне нужно будет показать поэтому все это отправляется у меня в папку и ждет съемки финального видео а вот как обстоят дела с остатками после того как я сняла видео ну как правило остатки от маленьких наборов я выбрасываю то есть миниатюрки вот эти от алисы от mp studio я вышивала там я их не храню потому что не вижу смысла от более крупных наборов у меня есть кое-какие остатки пара наборов у меня есть полностью как бы лежит ну схема там не не над в одном наборе не зачеркнуто совсем в другом наборе она у меня размечена просто желтым маркером черно-белая схема и вот желтым маркером я отмечала как отшивала по ходу ну примерно то что вы сейчас видите здесь вот в углу и там остаточки ниток есть но в общем-то в принципе можно сказать что эти остатки вполне пригодны для того чтобы с кем-то поделиться но я к сожалению не знаю я не общаюсь у меня в моем городе нет вышивальщиц которым я поддерживала бы какие-то контакты я не состою в каких-то группах не общаюсь на форумах все мое общение вышивальное происходит в основном здесь на youtube и честно говоря вот эти остаточки они у меня сейчас лежат вот совершенно без дела кстати девочки у меня большая просьба ну конечно же и мужчины если смотрят меня вышивающие подскажите мне пожалуйста может быть вы знаете где можно просто вот ну отдать до остатки от наборов может быть там за стоимостью пересылки кому-то отослать потому что я вы знаете смотрю на них и понимаю что вот допустим от белого тигра у меня остатки там и ниток хватит еще примерно ну на треть отшива точно и схема там в приличном состоянии и ну кто его знает да может быть действительно у кого-то кому-то захочется или подобрать оригинальные нитки или еще что-то в общем я сейчас на эту тему долго разглагольствовать не буду пожалуйста если у вас есть такая информация ли вы можете под подсказать где в каких группах или в где-то можно именно в контакте потому что в одноклассниках меня совсем нет где можно вот отдать свои схемы кому если будут вдруг желающие или если вы хотите я могу в принципе снять видео или смонтировать из роликов об отшитых наборах и показать вам то какие остатки есть в каком они состоянии обмолвлюсь сразу что это российские производители это чудесная игла там миниатюрка у меня белый тигр от панны меланжевый оберег ну то есть еще там парочку в общем если это будет интересно если вдруг кому-то это нужно напишите мне пожалуйста в комментариях под этим видео я с удовольствием вашу информацию прочитаю может быть я найду для себя какое-то место куда я могу пристроить может быть найдутся люди которые захотят их получить себе потому что ну знаете жизнь у нас нынче такая очень сильное расслоение социальное и я прекрасно понимаю что для кого-то даже купить набор до стоимостью там ну менее тысячи рублей это может быть проблематично для семейного бюджета да у всех разные ситуации поэтому я допускаю любую мысль я не собираюсь презрительно морщить носик и высказывать свою фи в сторону людей которые просят остатки от наборов или обмениваются ими в этом плане я очень даже понимаю что вышивать хочется хобби есть хобби и если есть возможность бесплатно взять какие-то остаточки получить то люди ими пользуются сама я не пользуюсь таким но поделиться отправить я вполне готова вопрос номер четыре я закончила вышивать и схема мне не нужна я ее выкину или ну возвращаясь в принципе к предыдущему наверное вопросу бывает по всякому чаще всего схемами я пользуюсь оригинальными весьма нещадно я их зачеркиваю я их режу по частям так как мне удобно поэтому чаще всего я выкидываю я не делаю ксерокопии я их не сканирую я их не сохраняю то есть я пользуюсь оригинальной схемой и чаще всего да именно я ее выбрасываю по окончании отшива ну вот те которые у меня остались так скажем почти нетронутыми пока у меня еще лежат они какое-то время ну я думаю что я выжду наверное может быть может быть ну пару месяцев вдруг действительно найдутся люди которым они понадобятся и я их тогда отдам ну а нет значит выброшу то есть со схемами я в общем то не церемонюсь вопрос номер пять я уже знаю как оформлю эту работу или ну с этим немножечко сложно я одно могу сказать я заранее знаю оформлю я эту работу в прикладнушку или в раму вот это единственное что я могу знать на момент когда я заканчиваю вышивку потому что я это знаю уже как правило на момент ее начала такого чтобы я вот себе заранее рисовала там какого цвета будет паспарту какого цвета будет багет вот этого я ничего не загадываю я определяю сразу непосредственно на месте в мастерской и и исхожу из тех материалов которые есть там потому что можно очень нафантазировать себе много так скажем да понапредставлять а потом ты приходишь в багетку и и там встречаются допустим куда более какой-нибудь выигрышный вариант поэтому нет как правило я не знаю как буду оформлять свою работу у меня нет четкого представления о цвете паспарту о цвете фактуре структуре рамы я никогда не смотрю предварительно варианты трубы другие варианты оформления как девочки оформляют то есть я иду в багетку с абсолютно чистой такой головой единственное вот нюанс у меня единственный раз было когда я совершенно точно знала по поводу того что я не буду делать паспарту это когда я закончила вышивать березовую рощу там у меня сразу четко ясное было представление о том что я буду оформлять именно в багет в раму но возможно у меня будет какая-то пауза возможно у меня будет какой-то слип но паспарту я исключала сразу потому что эта работа ну она скажем так напоминает больше картину написанную маслом и мне хотелось вот это ощущение подчеркнуть я понимала что если я сделаю паспарту то такого ощущения наверное я уже не получу хотелось именно такое вот ощущение классической классической картины маслом оформленный в хорошую раму я сейчас наверное вставлю фотографию того как это в итоге получилось но могу сказать что свои цели я добилась потому что когда мы выбирали оформление ну выбирала я опять же исходя из того что там было на тот момент и мне нужно было достаточно быстро сделать это оформление и мне не хотелось ждать каких-то багетов которых нужно будет на заказ вот и то что мы выбрали мне в принципе понравилось и я угадала вот с этим моментом именно по поводу паспарту я кстати оформляла эту вышивку в багетной мастерской мама рама нашумевшие на youtube многие наверное смотрели видео катрин смотрели видео даши дебаря девочки отправляли я живу как раз в том городе где находится скажем так весь основной производственный цех и вот я когда приехала там как раз на месте была алена дизайнер которую вы наверное тоже помните по роликам с формулы рукоделия по интервью которые снимали вот там была не алена и алексей был мы подбирали вместе с ними и когда я приехала за работой я тогда алене обговорила я говорю хочу вот именно без паспарту потому что она сначала предлагала разные варианты но я вот твердо была уверена что там нужно делать без паспарту раму вот и когда я при я объяснила почему что я хочу добиться эффекта картины маслом и когда я приехала забирать готовую работу алексея уже не было алена была на месте и она так залубалась и говорит а вы знаете ведь вы добились своего вот пока я собиралась приехать за вышивкой она там ну день или два она стояла на стеллаже у них в самой багетке в пункте и она говорит ваши работы интересовались и спрашивали не картина ли это маслом потому что там не очень хорошо видно было она стояла в пленке плюс там стекло у меня антиблик я заказывала и вот было очень приятно что я не ошиблась в этот раз и действительно тот эффект которого я хотела добиться он и получился то есть за счет отсутствия паспарту и вот той рамы которую мы выбрали получилось именно именно такая вот такой эффект интересный и вот это был пожалуй единственный раз когда я шла в багетку четко зная более или менее как я хочу видеть эту работу в остальном всегда я полагаюсь на вкус приемщиков на свой собственный вкус либо исхожу из того какие материалы есть в мастерской на момент моего визита и уж точно я не имею представление о том как я оформлю эту работу в момент когда я заканчиваю ее вышивать так далее вопрос номер 6 я закончила вышивать и мой вышивальный день еще не закончился но я сегодня больше не возьму вышивку в руки или по разному все зависит от того во сколько я закончила вышивать как правило я заканчиваю глубокой ночью позже чем по в полночь и понятно что уже в этот момент ни о какой другой вышивке речи не идет то есть я просто бегу стирать готовую работу после этого благополучно укладываю спать на следующий день я приступаю там допустим к оставшимся отделочным стежкам по той работе ну в общем как то так если же вдруг эта работа у меня заканчивается днем туда я могу взять другую вышивку и продолжить но как правило я не начинаю новый набор вот для нового набора мне обычно нужно какое-то ну такое особое настроение что ли то есть если я закончила какую-то вышивку в этот день у меня еще остается время я возьму следующую то есть у меня как правило там два три процесса в отшиве находится и вот я могу взять следующую и продолжить вышивать следующую уже начатую работу но я точно не начну новый набор в этот же день как-то у меня мне нужно время чтобы у меня осели вот эти эмоции походить полюбоваться покидать взгляды на сохнущую работу после стирки ну в общем как то не знаю надо уложить что ли у себя в голове мысль свыкнуться с тем что да вот я ее закончила вот она у меня готова поэтому могу продолжить какую-то из уже имеющихся работ но не стану начинать новый набор какой-то с нуля вопрос номер семь я уже знаю что буду вышивать дальше или ой нет как правило я не знаю что я буду вышивать дальше но само собой что я определенно знаю что дальше я буду вышивать те процессы которые у меня следующие по ходу то есть ну один закончился и тот который шел за ним следом до второй скажем так по степени готовности самый близкий к финалу я его скорее всего буду вышивать более усиленно но если речь идет о том что знаю какой набор начну новый набор то нет исключение составляют лишь только работы когда есть у меня какая-то дата в которой я привязана и мне хотелось бы к этой дате что-то успеть вот тогда да бывает такое что я заканчиваю вышивку и сразу знаю с чем я продолжу у нас тут что-то соседи разбушевались включили музыку я не знаю если вдруг вам будет слышно что-то простите пожалуйста я уже заканчиваю так не хочу не хочу переснимать только из-за того что молодежь наша тут рядом по соседству устроила дискотеку ну так вот да и в принципе остался мне всего лишь последний вопрос восьмой итак я закончила вышивать и довольна собой но чувствую какую-то печаль или нет вы знаете печали я точно не чувствую я просто довольна я счастлива что я закончила еще один дизайн я думаю о том как скоро у меня получится его оформить ну то есть какие-то планы строю только позитивные эмоции только радость только гордость за свою работу желание поделиться ею поскорее показать ну в общем только позитив никаких печалей может быть мне пока еще не попадалось такого процесса с которым мне не захотелось бы расставаться но по крайней мере вот на данный момент дела обстоят так ну что ж друзья мои спасибо вам большое что были со мной что вы посмотрели послушали этот тег надеюсь вы хорошо провели время и повышевали весьма плодотворно спасибо большое автору тега за интересные вопросы за возможность высказать свою позицию по каким-то таким моментам интересным творческим на этом у меня сегодня все я желаю вам всем удачи легких крестиков творческого вдохновения всем до встречи на моем канале пока